Всем привет! С вами Ирина. В этом видео хочу показать вам свою орхидейку Питола Макодес, которую мы с вами пересаживали вот в такое вот стеклянное кашпо. И я хочу вам просто рассказать, что я заметила и показать вам некоторые изменения, которые я увидела у данного растения. Если посмотреть вот с этой вот стороны, мы видим, что нижние листики у нас просто закручены, они выкручены в разные стороны, от того, что растению не хватало влажности, растение выкручивало таким образом листики, просто вот скручены они, вот вы видите, нижние вообще словно в трубочку закручены. То есть это все происходило у нас от недостатка влаги, потому что это растение все-таки любит немного большую влагу, чем мы можем дать этому растению. Поэтому я приняла решение пересадить в такое вот стеклянное кашпо и дать немножко больше мха, чем изначально я планировала, потому что растению все-таки нужно немножко больше влаги. Поэтому я застелила полностью все дно мхом для того, чтобы влага испарялась и растение получало ту нужную влагу, которая этому растению нужна. И теперь хочу вам показать, что наши верхние листики, вы видите, в частности вот этих три листика, они у нас распрямились, то есть стали красивые ровными листики, а нижние у нас все-таки таки остались скрученные в трубочку. Вы видите, какие вот нижние и какие у нас верхние красивые листики. Так что все-таки я все сделала правильно, что пересадила растение вот в такой вот стеклянный горсочек. Очень многие мне писали, что этому растению нужно, чтобы было тесно, что я его неправильно посадила. И очень много еще различных дискуссий было по поводу этого растения. Я, в принципе, как бы прежде чем покупать какую-то орхидейку, конечно же, что я читаю, смотрю, интересуюсь по уходу за тем растением, которое я хочу купить. И дело в том, что я очень много читала, что этому растению все-таки нужна немного более повышенная влажность, скажем так. Поэтому я приняла решение все-таки посадить ее вот таким вот образом. В принципе, можно было это растение поставить вместе с маленьким горшочком. Но дело в том, что я когда пробовала, то получалось, что горшочек будет торчать вот здесь вот из-за мха и будет очень некрасиво. Если прикрывать это все дело мхом, опять же, то есть получится, что нужно мха немножко больше. И опять же, не очень красиво это смотрится. Поэтому я посадила просто в мох. Но, тем не менее, у нас растит один ростик, и вот уже появился второй маленький ростик. Так что растению здесь комфортно. И вы сами это видите по листикам. Какие сейчас у нас красивые листики, если изначально их было немножко сложно рассмотреть, сложно было красиво их сфотографировать, потому что они были скручены в трубочку. А теперь эти листики у нас красивые, прямые. Так что теперь можно будет делать фотосессию. Но, в принципе, мне хочется, чтобы это растение немножко больше разрослось, вот подрастут вот эти молодые росты. Тогда будет намного-намного интереснее. Вообще, как бы моя цель, чтобы вот эта орхидейка заполнила полностью вот это вот все кашпо. Тогда будет очень и очень красиво. Так что вот такая вот история с нашей орхидейкой. И я вижу, что ей здесь намного-намного лучше. Вот она себя чувствует здесь комфортнее, листики распрямила. Так что все я сделала правильно. Ну, все. На этом я буду с вами прощаться. Спасибо огромное всем за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до новых встреч. Пока-пока.